Вот и близится конец 2016 года. За этот год вышло очень много отличных и качественных игр. Но были среди них игры, которые не оправдали ожидания игроков по всему миру. Нам давали надежду на хорошие игры с отличными задумками и сюжетом, но обещания многие не сдержали. Всем доброго времени суток, с вами я, Андрайк, и то про зачарование 2016 года. Поехали! ТНМТ Мутанты в Манхэттен. На 10 место я решил поставить игру, некогда любимую еще с времен игр на 8-м видные приставки ТНМТ. Чем же эта игра мне не понравилась? Начнем с графики. На дворе 2016 год, а графика уровня 2007. Игра просто ужасна, такую графику даже инди-разработчики вряд ли будут делать. Теперь перейдем к геймплею, он однообразный. У нас есть уровни коридоры, толпа болванчиков, и нам нужно просто нажимать кнопку удара, чтобы победить. Бои с боссом очень затянуты, появляется босс, и у него есть 7 уровней жизни. Это очень бесит и надоедает. Но обиднее всего, разработчики не новички, до этого они сделали Мирал Гир Райзинг и Диалогию Байонеты. Большой такой плевок всем игрокам и неуважение самим к себе. Еще одна игра в жанре топ-даун шутер. Разработчики решили не заморачиваться и просто из того, что было, сделали еще одну игру под известным именем, чтобы срубить бабла в честь выхода еще одного неудачного фильма. Сюжет, а его толками нет, он не связан с прошлыми играми и новым фильмом. У нас есть 4 героя ноунейма, которым не хочется сопереживать. Уровни одного разные, как и сам геймплей. Опять-таки толпы призраков. У нас есть 2 оружия, огнестрел, хотя непонятно почему он у них вообще есть, и плазменное ружье. Уровни проходятся минут за 30, и все, что нам приходится делать, это медленно и скучно убивать призраков. Также в игре есть прокачка каждого героя, хотя дерево навыков у всех практически одинаковое, и нет смысла выбирать кем играть, все они идентичны. Также хотел упомянуть игру от известных разработчиков Ubisoft, а именно Far Cry Primal. Это весьма посредственный проект, который сделан просто на скорую руку, чтобы заработать побольше зеленых. Если подумать, то механика игры уже была использована в 4 части серии. Разработчики просто взяли кусок готовой игры, поменяли текстуры, животных и все. Что говорить, если они даже карту не переделывали, взяли тот же ландшафт, что и в 4 части. Навыки в игре те же, животные тоже. Все развлечение сводится к одному, к выполнению однообразных заданий. Сбегай туда, принеси то. Стыдно выпускать такое, как отдельный проект, после довольно удачной 4 части. Также на повестке дня Homefront The Revolution. Игра переживала очень трудный период, изначально и делала THQ, после ее выкупила Crytek. Но давайте все же по порядку. Графика. Она в игре отличная, по моему мнению. Придраться не к чему. Все смотрится отлично. И это все, что в игре сделано хорошо. А теперь к минусам. Сюжет. Он отвратительный. В начале игры нам объясняют, что случилось. Америка решила скупить все у корейцев, даже оружие. И те в один миг отключили все. А вы такой Рэмбо только в каменных стенах, а не джунглях. Геймплей. Мир вроде бы открытый, но все же он линейный. В игре придется очень много бегать. Больше, чем стрелять. И постоянно нужно проходить дополнительные задания, чтобы продвинуться по сюжету, которого по сути и не так уже много. В целом скучно и играть я вам не советую. Хотя, как говорится, на вкус и цвет. Многие из нас ждали продолжения некогда культовой игры про паркур и прекрасную Fate Mirror's Edge. И когда за продолжение взялись такие крутые разработчики, как DICE, все поняли, что игра будет на высоте. Так почему же я решил занести ее в разочарование года? А вот почему. Начнем с геймплея. Он никак не изменился почти. Здесь мы все так же бегаем по крышам и носим мешочки. Наш геймплей это только паркур. И еще у нас забрали возможность стрелять. Плюс ко всему этому нас просто ведут за ручку, хоть мир и открытый. Везде стрелки, веревки, показывают куда идти. Нету никакой интерактивности. Графика хорошая. Все потому, что игра разработана на движке Frostbite. Хотя в игре всего лишь пара цветов. Все же, наверное, лучше побегать в Dying Light. Каждый год одно и то же. Колда превратилась в конвейер. И с каждым годом процент игроков падает. Думаю, Activision скоро пересмотрит свой подход и перестанет штамповать игры. Говорить тут особо нечего. Каждый знает, почему хлада попала в топ. Но начну с плюсов. Графика. Графику, конечно, подтянули. Все смотрится очень хорошо. И это все плюсы, которые есть в игре. Мы играем типичным патриотом, который хочет остановить негодяя. Это все, серьезно. Никаких твистов, заговоров, предательств. Все настолько шаблонно и предсказуемо, что перестаешь удивляться будущей сцене. Потому что знаешь ее наперед. Все просто статично. Я не сопереживал героям. Убили, ну и ладно. Вот думаю, каждый помнит сцену с Modern Warfare 2, когда Шепард предал всех. Казаки 3. С момента выхода первой части прошло 15 лет. Третьих казаков не сильно рекламировали. На люди ждали, делали предзаказы. В надежде, правда, на то, что разработчики потом сделают Сталкер 2. Но давайте вернемся к казакам. Что же мы получили? Первую часть только с улучшенной графикой. В принципе, можно назвать игру не Казаки 3 и продавать как самостоятельный продукт. А Казаки ремейк HD. Из нововведений только возможность приближения экрана. Непонятно зачем, правда. Рассматривать спрайтов в юнитове здания не так уже интересно. Хотели новых зданий или исследований? А вот фиг вам. Более того, даже интерфейс тот же. Все иконки и кнопочки на том же месте и в том же виде. Я понимаю, что ретро нынче в моде. Но чтобы за такую халтуру еще и столько денег просить, это просто наглость. А теперь поговорим о Capcom, которые разрабатывают отличную игру Resident Evil 7 и умудрились выпустить хреновую мультиплеерную игру Umbrella Corpse. В игре есть одиночная компания, которая представляет из себя набор миссий для тренировки. Но это не так важно для сетевого шутера, которым игра и является. В мультиплеере участвуют две команды по три человека в восьми разных режимах. Карты взяты из старых частей Resident Evil. Тут вы найдете полицейский участок из второй части, древний из четвертой и даже особняк из первой. Присутствует здесь и кастомизация своего бойца. Кто вообще додумался сделать такую камеру от третьего лица? Боец закрывает четверть экрана и очень мешает и постоянно раздражает. Анимация движения отвратительная, такое чувство, что ты ездишь на колесиках. No Man's Sky. Говорить много не буду, так как и все знают, что нам обещали многое, а на деле мы получили очень плохую игру. Я очень ждал этот проект. Спустя всего лишь пару-тройку часов игры, я понял, что то, что нам обещали и находилось в коробке, оказалось лишь огромным набором похожих друг на друга планет. А весь геймплей скатился к одному, к бесконечному сбору ресурсов. Весь энтузиазм исследователя улетучивается после посещения всего-то десятка планет. В игре отсутствует мультиплеерная составляющая, хотя ее нам обещали. Даже за день до выхода разработчики кричали, что в игре есть мультиплеер. Надежды и ожидания не оправдали ни на грамму, хотя потом разработчики извинились и начали клепать патчи пачками. Ну и третья мафия. Одна из самых ожидаемых игр года. Ее разрабатывали целых 6 лет, а получили испорченный шедевр. Сюжет как две капли похож на сюжет из второй части. Крутой чувак возвращается с войны и становится мафиозой, желая помочь своей семье. Это мы уже проходили, ребята. Зачем повторяться? Ужасно однообразные миссии. Все задания из раздела «Приди туда-то, убей того-то». И больше ничего. Уже после трех часов игра ужасно надоедает. В игре огромное количество багов, даже патчи не помогают ей. Пожалуй, самый главный минус – это посредственная графика. Нет, я вовсе не человек, который играет только в игры с идеальной графикой и все время подходит к камням в играх и докапывается ему. Почему так мало полигонов? Просто сам факт того, что графика осталась неизменной со времен «Мафии 2» приводит меня в истинное недовольство. А местами она стала даже хуже. Искусственный интеллект. Ребята, на дворе 2016 год в конце концов. Очень стыдно должно быть за такое недоразумение. Линкольн, пригнувшись, идет сразу к нескольким жертвам. И находясь буквально в метре от них, за 3 секунды умудряется убить их всех. А они даже не поняли, что произошло. Управление машины испортили тем, что добавили навигатор. Вот я, например, не хочу ездить по стрелочкам. Я люблю сам прокладывать маршрут, какой только пожелаю. Хотели сделать убийцу GTA, а получили очередной шлаг. Итак, это был мой топ игр, которые разочаровали меня в 2016 году. Я думаю, многие со мной согласятся. На сегодня это все. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Всем хорошего дня и играйте только в лучшие игры.